Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Полтора года назад, если вы помните, я купил себе в коллекцию PlayStation 2 FAT. Я искал именно FAT-модель с той целью, чтобы можно было в неё поставить жёсткий диск и игры запускать непосредственно жёсткого диска. Вся эта система прекрасно у меня работает и до сегодняшнего дня, но я столкнулся с такой маленькой проблемкой. Проблема заключается в том, что жёсткий диск, который я сюда установил, это старый IDE жёсткий диск объёмом на 80 гигабайт, и я сюда закачал буквально 10 игр, и память на жёстком диске кончилась. Постоянно вытаскивать жёсткий диск из PlayStation, подключать его к компьютеру, а поскольку это старый IDE жёсткий диск, мне ещё нужен под него переходник, чтобы подключить к компьютеру. Это всё слишком геморройно лично для меня, поэтому я стал искать другие способы запуска с нечипованной PlayStation 2. Соответственно, поскольку PlayStation у меня нечипованная, то самописные болванки и пиратские диски она у меня кушать не будет, а пополнить свою коллекцию всеми лицензионными дисками, которые я бы хотел поиграть, у меня прям такой возможности нету, чтобы купить всё, что я прямо захотел. И в поисках способа запуска игр я нашёл другой способ с помощью обычной флешки. Способ заключается в том, что игры можно записать на флешку, у PlayStation 2 есть USB-порты на передней панели, прошивка, установленная на жёсткий диск, она также, получается, видит и флешки, установленные в саму консоль. Поэтому можно записать спокойно игру на флешку и запустить. И сегодня я хочу вам показать способ записи игр на флешку и запуска её на PlayStation 2. Погнали! Дорогие друзья, я сейчас сижу, монтирую ролик, который вы смотрите. И я совсем забыл, что на канале уже 401 человек подписчиков. То есть я пропустил мини-юбилей в 400 человек, потому что YouTube почему-то перестал выдавать уведомления. И когда я сейчас зашёл, я очень сильно удивился, что за пару дней канал перепрыгнул порог в 400 человек. И я хочу всех поблагодарить вас за то, что вы смотрите мои ролики, ставите лайки и то, что они вам нравятся. И в плане новостей на канале также хочу попросить прощения за то, что ролики выходят сейчас очень редко. Как вы можете заметить, у меня на столе сейчас лежит стопка тетрадей, конец четверти в школе. У меня скопилось очень много бумажной работы, поэтому в последнее время у меня остаётся очень мало времени для снятия роликов на канал. Но я обещаю, что я постараюсь приложить все силы для создания новых роликов. И также у меня здесь на столе лежит волшебная тетрадочка, в которой я пишу сценарий ко всем своим роликам. И я уже начал писать сценарий к очень большому и интересному ролику. И чтобы для вас было небольшим спойлером, у меня здесь на тетради лежит вот такая вот монета 15 копеек. из Советского Союза. Это реквизит для моего следующего ролика. И люди, которые знают, где в игровой индустрии использовались 15 копеек, уже поймут, о чём будет следующий ролик. Также я ещё хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. И ещё раз поблагодарить за то, что вы меня поддерживаете и смотрите мои ролики. А теперь продолжаем смотреть дальше ролик про запуск игр с флешки на PS2. В первую очередь, для того, чтобы записать игры на флешку, её лучше сначала отформатировать в систему FAT32. Для того, чтобы записать саму игру на флешку, нам потребуется программа USB-Utile. У меня это версия 2.2. Ссылку на эту программу я оставлю в описании к этому ролику. Запускаем программу. Нам говорит о том, что это бета-версия. Жмём «Продолжить». В меню «Файл» выбираем подпункт «Создать игру из ИСа». У нас открывается вкладочка. С левой стороны «Источник». Здесь мы должны выбрать сам образ нашей игры. Причём игра должна быть в ИСа формате, потому что программа USB-Utile работает только с образами ИСа. Я нахожу свой каталог, где у меня образы всех игр хранятся на компьютере. И вот в нижней части у меня открылся список всех моих ИСа образов игр. Я хочу установить «Звёздные войны. The Force Unleashed». С правой стороны, где написано «Каталог назначения», мы должны выбрать, соответственно, нашу флешку. У меня это «Каталог Е». И дальше нажимаем кнопочку «Создать». Нам здесь пишут, что размер 2,79 гигабайта. Жмём «Создать». И теперь остаётся лишь только дождаться окончания установки игры на флешку. По окончанию процесса, если у вашей игры не было айдишника, то программа напишет, что игры содержат ошибки. Попробуйте восстановление. Но я уже проверял. Эта ошибка выскакивает только если нет у игры айдишника. Но игра всё равно будет прекрасно работать на консоли. Поэтому можно нажать «Закрыть» и «Закрыть». Закрываем программу. Если я сейчас перейду на свою флешку, то вы можете увидеть, что из ИСа образа игра сделала вот такие вот 4 файла, которые будут понятны файловой системе PlayStation 2. Ну что, проверим, работает ли игра или нет. Запускаем нашу PlayStation 2. Сейчас происходит загрузка жёсткого диска. Об этом свидетельствует мигание внизу. Так, жёсткий диск загрузился. Заходим в браузер. И выбираем сам жёсткий диск. Теперь нам надо запустить программу OpenPS2 Loader. Это программа, которая как раз таки позволяет запускать игры, установленные на флешку или жёсткий диск. В самом OpenPS2 Loader для того, чтобы программа могла прочитать флешку с установленной на ней игрой, мы сначала должны зайти в настройки программы. Это Settings. И здесь в параметре USB Device Start Mode мы должны поставить Auto. Это позволит читать нашу флешку. И также жёсткий диск. Чтобы программа могла прочитать, мы должны в параметре HDD Device Start Mode тоже поставить Auto. Но об этом я говорил в своём прошлом ролике про PS2. Ссылку на свой ролик я оставлю в описании. Также, чтобы игра могла подгружать красивые арты в меню, в параметре Display Settings в пункте Enable Cover Art ставим On. Всё это я рассказывал в своём прошлом видео. Кому интересно, переходим по ссылке в описании. Теперь выбираем Game List на кнопку, кружка на геймпаде. И вот сейчас у меня активно два устройства. Это моя флешка, которая ещё не вставлена в консоль, и жёсткий диск, на котором установлены игры. То есть я сейчас могу переключаться только между этими двумя устройствами, потому что в настройках я выбрал именно чтение этих двух устройств. На жёстком диске у меня установлены все те же самые игры, как и было в прошлый раз. Переходим в раздел флешки и вставляем флешку в консоль. Сейчас произойдёт чтение флешки, и вот оно сразу нашло установленную игру Star Wars The Force Unleashed. Запускаем игру. Она создаёт файл с настройками этой игры. При первом запуске игры запуск будет долгий, поэтому не пугайтесь, в этом нет ничего страшного. И вот после создания файла конфигурационного пошёл запуск игры. Способ запуска игр с флешки позволяет вам в любой момент запускать любую игру, какую вы захотите. То есть не вынимая жёсткий диск из консоли. Этот способ очень удобный. И лично для меня на тех же самых стримах я сейчас, когда хочу постримить какую-то игру на PlayStation 2, я просто заливаю игру теперь на саму флешку. Идёт загрузка игры. Давайте... Так, катсцены здесь не пропускаются. Давайте запустим игру. Давным-давно в далёкой-далёкой галактике. И та самая волшебная заставка из Звёздных Войн. Не буду тратить ваше время, поэтому я заставку пропущу. И как видите, игра прекрасно работает. Как вы видите, способ записи игр на флешку оказался очень простым. И я в любой момент могу скачать любую игру, которую захочу, записать её на флешку и спокойно играть на ней на своей PlayStation 2. Если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, звонить в колокольчик. Если вы здесь оказались впервые, то подписывайтесь на канал и также переходите на нашу группу ВКонтакте. Ссылка находится внизу в описании. И я ещё хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. До новых встреч! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова